Субтитры сделал DimaTorzok Хотела бы вам рассказать, что делать, если вы подобрали животное на улице и решили его оставить себе. Неважно даже в каком возрасте, там, в маленьком, в большом. Кстати, у кошек есть три периода, на которые можно поделить их жизненный цикл. Это юниор до года эдалт, по-моему, до пяти лет, и сеньор от пяти лет. Итак, что же надо делать, если вы подобрали щенка или котенка, или... Ну, я не знаю, кого еще можно подобрать на улице. Первым делом вы должны отнести животное к ветеринару, потому что после осмотра врачом станет ясно, здоров ли ваш питомец. А если не здоров, то что нужно сделать, чтобы... В том случае, если вы не имеете возможности сразу же отнести вашего нового питомца к врачу, неважно по какой причине, нет у вас... Допустим, у вас нет денег, или вы живете в каком-нибудь поселке деревенского типа, или в деревне, или уже поздно, и вы не можете сходить к врачу. Первым делом нужно сходить в зоомагазин и купить капли от блох на холку и таблетки от глистов. И лучше покупать два лекарства, одно от блох, другое от глистов, чем два в одном на вот эти вот капли на холку, потому что они либо вообще не действуют, либо действуют во вред здоровью вашего питомца. Либо действуют во вред здоровью вашего питомца. Одно маленькое наблюдение. Если покупать небольшие таблетки от глистов, и давать их котятам или кошке, то лучше это делать в процессе игры и обязательно давать эти таблетки им запить, чтобы они проглотили. И даже если ваш питомец, котенок или щенок, не достигли того возраста, ну, чтобы капать им специальные капельки или давать таблетки от глистов, вы всегда можете дать половинку таблеточки и капнуть половинку ампулки, ну, в зависимости от того, насколько ваш питомец не достиг нужного возраста. Ну, и как бы это уже будет хорошо. Также я хочу немножко сказать по поводу шампунек. Несомненно, вот шампуньки от Блох это вещь интересная, но на некоторых пишут, что нельзя мыть вашего питомца до 12 месяцев. Но на самом деле это не так, потому что любое уличное животное, когда вы приносите его с улицы, непременно нужно отмывать. Например, этот котенок, когда я его нашла, он был настолько блохастым, что его шерсть имела текстуру. Я думала, он просто полностью в колтунах. И когда я его мыла, честно, вот столько крови, вот этих вот блошиных экскрементов, которые с него смылись, и столько блох я еще никогда не видела. А подобрала я его, когда ему было где-то 3,5 недели. Это, кстати, можно смотреть по глазам, по зубкам и коготочкам вашего путенка. Потому что глазки продолжают меняться на протяжении 3 месяцев со дня его рождения. И первый месяц они голубенькие. У всех котят, вообще у всех. По-моему, даже у щенков. И маленькие, и маленькие зубки. И уличные кошки начинают... Когда они учатся нормально ходить, то есть это происходит где-то на третьей неделе. На второй неделе у них открываются глазки. И в это время очень важно, чтобы котята находились в темном помещении. Потому что, когда у них открываются глазки, их глазки, их зрение очень уязвимо. Ну, как бы, смотрите, вы спите, да? И вдруг-вдруг такой фигакс, и вам супер-пупер яркий светок глаза. И вы слепнете. А у котят эти глазки еще только... Ну, только-только открываются. Кстати, заставало когда-то время, когда у такого же маленького черного котеночка открывались глаза. Его мать не хотела с ним сидеть, и с ним сидела я. Вот. И застало утром. Ну, потому что он спал со мной, этот котеночек. Без матери было холодно, а на улице стоял... Холод. Вот, я просыпаюсь и смотрю, у котенка глазки открывается, такие голубенькие, красивенькие. И если вы обнаружили, что у вашего питомца проблемы с кожей, то есть у него лишай, или еще какая-нибудь фигня, или шелушение, можете купить Сибазол в обычной аптеке. Он, по-моему, стоит где-то в районе 400 рублей. Вроде. Такой вот небольшой пузырек, зелененький. И мыть раз в три дня вашего любимца. Тогда проблемы с кожей у него должны уйти. Вообще всегда, когда вы приносите какое-то животное с улицы, надо ограничивать его, огораживать, что ли, от остальных питомцев, по крайней мере, до выяснения состояния его здоровья. Тем более мы сейчас берем пример... Мы сейчас берем в пример кошек. Если ваша кошка ревнивая, вы об этом не знаете, и вы вот принесете какое-нибудь такое маленькое-маленькое чудо в дом, то она может очень сильно обидеться. И как бы это будет очень видно. Прям очень видно. И животные будут очень долго между собой устанавливать контакт. Обещено листов травить кошкам лучше где-то раз в месяц, раз в два месяца. Ну и протравливать блох. Кстати, если вы хотите чему-то научить ваших кошечек, каким-то трюком или каким-то интересным приемом, ну как в театре Куклачева, лучше это начинать месяцев с четырех с пяти. Потому что тогда уже кошки начинают запоминать и понимать, что от них хотят. Если у вас стоит выбор, чем кормить кота, и вы можете позволить что-то большее, чем вискос, то лучше покупать либо перфект фит, либо корма подобного класса. Если не можете, то на самом деле лучше им просто варить как бы еду самим. То есть, допустим, кашки всякие овсяные. Я знаю, что кошки нормально едят овсяные кашки. Рыбу с косточками им лучше не давать. Вообще им лучше косточки никакие не давать. А если даете, то в очень ограниченном количестве, очень мало и очень редко. Также, если у ваших кошек проблемы с принятием таблеток от глистов или других таблеточек, которые может прописать ветеринар, то я предлагаю начинать с ними играть. И когда они будут вас кусать, хотя вот от того, чтобы кусать, хотя кусать руки, нападать на людей, кошку надо отучать. Вместо четвертого точно. Потому что вырастет она такой кусакой, кусакой, будут у вас одни проблемы с ней. Короче говоря, в игровой форме она открывает рот, пытается вас укусить, а вы туда закидываете таблеточку и немножко наливаете водички. Чуть-чуть. Не так, чтобы она захлебывалась, а так, чтобы она проглотила, потому что у нее при попадании воды у нее будет активирован углодательный рефлекс и она, скорее всего, проглотит таблетку вместе с водой, если таблетка, конечно, не очень большая. Меня пытается укусить за подбородок, да? Да? Ух ты, у меня солнышко. Здравствуй. Ай. И у меня сейчас складывается такое чувство, что я еще что-то упустила. И у меня сейчас складывается такое чувство, что я еще что-то недорассказала о кошках. Потому что информации на самом деле очень-очень много. Особенно то, что возраст кошек считается так. Один человеческий год жизни равен шести годам у кошек. То есть, если вашей кошке год, ну, если она в возрасте года, то на самом деле по кошачьим меркам ей шесть лет. В общем, это было такое небольшое видео. Не знаю, насколько оно было именно вам интересным, но я надеюсь, что хотя бы какую-то новую информацию для себя вы узнали. поэтому вам спасибо большое за просмотр. Ставьте лайки, если понравилось, дизлайки, если не понравилось. Пишите свои вопросы в комментарии. Вступайте в группу ВКонтакте, чтобы узнавать, какое видео я планирую следующим. Или давать советы, там, что вы хотите видеть на канале, тарапыры. В общем, вступайте в группу, она закрытая, но вы не бойтесь кидать заявки, потому что я принимаю всех. И если вы добавляетесь ко мне в друзья или в друзья в других социальных сетях, то, пожалуйста, пишите, что вы с Ютуба, потому что, ну, потому что люди бывают разные, и может там человек какой-нибудь добавится, и потом начать спамить. Вот. Ну, как бы не хочется такого. И, в общем, всем удачи, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДimaTorzok ДimaTorzok ДimaTorzok